Для тех, кто вот только начинает строить... Ребята, как с помощью 5-литровой бутылки, зажигалки и фольги сделать классную поделку? Что это? Мы решили открыть сразу косяк. Продать свой участок нереально. Будем так с бутылкой ходить. Меня хлопнули тут немножко. Административное правонарушение по оружию. Всем привет! На канале «Строим дом своими руками». Сын, поздоровайся с нашими дорогими зрителями. Скажи, какая хорошая машина у него. Ни для кого не секрет, что в последнее время у меня очень большая загруженность по стройке. Я занимаюсь одной и той же работой, монотонной, о которой были последние наши видосы. Это штукатурка. Есть у меня, что вам рассказать и показать в дальнейшем по этой тематике. Но сегодня у нас немножко теории по поводу материнского капитала. И как именно мы получали его вот на вот этого красивого мальчугана. Слушайте, жара на улице. Классно. Наконец-то наступает лето. Наконец-то мы вошли в строительный сезон. Скоро я уже начну ночевать на нашей стройке. Сейчас мы там немножко приберемся. И возможно, ну пока хотя бы заедем на первый этаж, где мы уже жили в том году. Слушайте, не кажется, что мы немного обросли? Давай сделаем волшебство. Волшебство. Как мы сделаем? И вот так, ребята. Классно, да? Нормально, сын? Хорошо? Так, ребят, давайте. Теперь тема. Мы сегодня расскажем вам о материнском капитале. О том, как его получить и как мы его получили. И второй момент. Для того, чтобы это хоть немного как-то вам было интересно смотреть. Мы будем сегодня делать поделку. И она, знаете, очень сильно связана с семьей и вам очень понравится. Ставьте палец вверх и нажимайте на колокольчик. Да, ребята, вы заметили, мы пристегнулись. Мы пристегнуты. Ребята, как с помощью пятилитровой бутылки, зажигалки и фольги сделать классную поделку? Пишите в комментариях. А мы начинаем. Вот такая штука продается в любой стоматологии. Нет, она не в любой стоматологии продается. Или в магазинах, где продается товар для стоматологии. Они есть почти в каждом городе. Мне кажется, что она похожа сейчас на этот. Пока все дома, эти два товарища из полторашек вырезали. Получение материнского капитала было несколько вариантов. Ну, это или на обучение детей, или на улучшение жилищных условий путем покупки квартиры. Или расширение, то есть продажа своей и покупка больше по площади квартиры. Или на строительство. Причем на строительство можно взять как деньгами, чтобы тебе перечислили просто на твой расчетный счет. На строительство при этом нужно иметь разрешение на строительство. То есть документы на участок, где будет производиться строительство. И нотариально оформленное обязательство, что после завершения строительства и введения дома в эксплуатацию будут выделены доли на всех членов семьи. Ну, детей и двух родителей. Еще помимо того, что ты можешь просто деньгами на строительство получить, также ты можешь вернуть деньги, потраченные на строительство. Но при этом, как и в случае НФЛ, нужно собирать все чеки, иметь на руках все договора с какими-то подрядными организациями, которые проводили работы на участке или на доме. Но на ремонт это уже сюда не входит. То есть или на строительство жилья, или на реконструкцию жилья, при котором будет значительное увеличение площади, то есть какие-то кардинальные изменения в жилищных условиях. Нет, правильнее было бы рассказать, как это делается вообще от начала и до конца. То есть после рождения ребенка мы получаем сертификат на материнский капитал. И у нас появляется теперь возможность получить капитал на строительство нашего дома. У нас было именно так все и сделано. Мы знали, что у нас скоро появится ребенок. Как бы стройка не была нисколько связана вообще с рождением ребенка. Мы просто хотели начать свое строительство, хотелось куда-то вложить свои творческие мечты и желания. И мы взяли стройку в 2012 году. А в 2013 у нас родился ребенок в апреле. А в 2012 мы уже подали документы на аренду. Дали сертификат. Тут у нас уже появились документы на аренду. Разрешение на строительство. И у нас автоматически уже появилась возможность обналичить этот материнский капитал. И обналичивается он двумя путями. Вы подаете... Там можно вернуть деньги, как потраченные на строительство или реконструкцию жилья. Можно получить их до того, как ты начнешь строительство. И третий вариант это наш случай, когда оформляется кредит на строительство. Ну или там ипотека на покупку. Мы могли просто нанять бригаду. С ними заключить договор на строительство дома нашего. И собирать все чеки. И после, по-моему, должны были доказать, да? Короче, и это будет двумя траншами. Первый транш сразу приходит тебе финансовый. А второй приходит, когда ты уже доказываешь, что у тебя потрачены деньги на стены. Есть кровля. Как, в принципе, введение в эксплуатацию. Чтобы было видно, что ты что-то делал, что ты строил. То есть должно быть заключение комиссии или кадастрового какого-то инженера, что у тебя что-то на участке изменилось, что ты потратил эти деньги именно на строительство. Подожди, мы сейчас продолжим. Давай сначала вот этот момент. Здесь написано, что мы должны налить 18 граммов на 36 миллиграммов. Один к двум. Мы сейчас, если вот эту штуку одну полностью засыпем, то, значит, два воды нам надо будет сюда налить. Ну, если бы мы делали все правильно, то, конечно, нужна была ложечка. Слушай, а как мы будем быстро это все миксерить? Вот это запах. Смотри, почувствуй? Прикольно, да, такой стоматолог. Скажи, Кась, на, понюхай, Никит. Понюхай, сын. Сейчас он чихает, и это все в квартире. И будет две воды. А что значит две воды? А еще мы туда руки засунем, и это все поднимется. Объем рук там тоже есть. Ну, главное, чтобы у нас руки вошли вот посюда. Давай еще насыпаем. Давай еще один. Давай, ну, что нам, жалко, что я скачаю. Да я бы вообще, честно говоря, на глаз бы сыпанул, и все. Давай вот я руку даю. Вот, по одной руке каждый. Да, и ты, сын. Что, куда-нибудь засовывай? И вот так клади. Во, во, вот так давай. Ты на паку. Вот. И теперь запомните. Ой, Элина, твоя садина, какая она огромная. Теперь запомнить надо это. И смотрите, мы должны все это дело вот так опустить, пока я так репетирую. И самое главное, Элин, мы не должны касаться бортика в бутылке. Понятно? Там, когда внутрь опустим уже в жидкость, надо будет быстро от бутылки отодвинуться. Тебе надо будет встать. Потом Никита вот туда просовывает, за мной, вот так. Ты, короче, по моей руке вот так просунешь, просто и за меня возьмешься. Понял? Все. Еще воды надо. Мало воды. А точно холодную надо было? Я не знаю. Все получится, сын, все будет хорошо. Так, давайте руки. Сын, клади на меня. Не бойся замораться, это в любом случае. Мы потом отмоем. И теперь это надо будет... Прижимайте. Опускаем все в холодную воду. Вот в чем косяк холодной воды, Женя. О, да, замерзает. Все нормально, к бортику, к бортику, ничего страшного. О, прилипла моя рука. Тихо, 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 тихо. Так, вытаскивать руки. Давайте, наверное, я первую вытащусь. Не-не-не, надо крайние, не кетки, или иные. Так, ну вот сейчас она чувствуется уже, да, что схватилась прям. Хорошо. Ну все, завтра так в садик пойдем, сын. Вот так. В четвером. Сегодня спать будем все четвером на диване. А где на актерское мастерство? И как ты на мастерство? А ты боешься, садик завтра с нами? Будем так с бутылкой ходить. Жень, нет у тебя желания рассказать дальше про материнский капитал, пока мы сидим? Ребят, не переключайтесь. Через две минуты мы вам расскажем полностью, как мы это делали. Как мы это делали. И как это сделать быстро. Как получить от государства заветные суммы, не напрягаясь, не парить. Так, теперь объясняю. Ваша задача. Может рано еще? Теперь немножечко... Их ты у меня пальцы трогай. Ну давай потрогаем. Ну смотри, вот тут она уже ломается. Конечно, она... Ну здесь тонкий слой. Здесь тонкий слой, но ложки она, смотри. Вот такая. Давай потрогаем. Да. Такая флейка, будто прикольная. Задача, смотри, немножечко подвигать руками, потихонечку попробовать, чтобы она как бы... Я вообще не могу. Отклеилась немножко. Стоп, Никитос, давай потихонечку ты. Давай, Никита, немножко, чтобы она отклеилась, так подвигай туда-сюда. Вот, видишь, она там отклеилась тут, отклеилась там. Даже пальчиком? И теперь аккуратненько пытайся руку вытащить. Аккуратненько, аккуратненько. Нет, не так, а вот так двигай. Вот так вот, как из перчатки. Чуть-чуть, потихонечку пошевели, чуть-чуть, только не сильно шевели. И попробуй вытащить ее. Не дергай, а потихонечку. Никита вылез. Теперь Элина. Элина вылазит. Тихо, так же, аккуратненько. Слушай, так а у нее вообще там почти... Тихо, 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 Жень, давай ты первая. Все. Тихо, а со мной что-то в ладошке. Да это то, что между нашими руками заливалось. Ребята, смотрите, какая штука. Теперь следующая наша тема. Это мы берем алебастер и, короче, заливаем вот сюда. Только надо это все лишнее убрать. Алебастер, кстати, ребят, пригодится потом для того, чтобы фиксировать маяки. И я в первых своих видосах, которые вот тут на канале, говорил, что я не тороплюсь и делаю, короче, это все на простой строительный клей для пеноблока. Но я начал делать на алебастер последнее время. Короче, я беру клея, замешиваю как с простой консистенцией обычной. Потом туда добавляю немного алебастера, быстро перемешиваешь и маяк фиксировать. Просто прелесть. У вас на один маяк нужно за 3-4 минуты поставить его и он застывает очень быстро и все круто. Короче, советую использовать алебастер в составе с клеем, ну или каким-то раствором, там, цементно-песчаным. Ну, это вам решать. Подали мы все документы, которые нам были необходимы. Это, как я сказал, свидетельство о рождении детей, договор аренды, разрешение на строительство. Все это мы подали в пенсионный фонд, потому что у нас в то время не было МФЦ. Было бы МФЦ, можете подавать в МФЦ. И после этого мы идем в банк. После получения сертификата ты имеешь право на получение этих денег, ну, по выбранному твоему, тобою пути. Что это? В наш... Это лопатка для алебастера. Это моя лопатка. В нашем случае мы решили пойти путем наименьшего сопротивления. Оформили в банке кредит на строительство. Это очень важно, чтобы в договоре кредитования было прописано, что это кредит на строительство. Причем не просто на строительство, а адрес земельного участка, то есть на котором... Кадастровый. Кадастровый номер, да. Да, да, все вот эти вещи. Все документы, там, разрешение на строительство, договор, там, аренды, что еще. Это были все наши руки вот по такому объему? Не знаю. Давай-ка еще лопаточку сюда, лопаточку еще засыпаем. Я бы вам был бы рад сказать ингредиенты, сколько чего сыпать, но вы видите, как мы это делаем профессиональным нашим уже чутьем. Ну, слушай, ну, наверное... На глаз. Не, на глаз мне не сыпь. Дети у нас веселые сидят, посмотрите на Никюшу. Пацан такой, строитель. Заливай еще, еще давай разок. Все, это будет последняя капля. Нормальная советская семья чем занимается после работы, а? Вот как вы считаете, телевизор смотрят? Вы видели, да, в этих американских фильмах, они все сидят, уютно смотрят телевизор, да? Семочки щелкают. А мне мы алебастру мешаем на кухне. Хотите, дети, помешать? Да, я хочу. Бытует мнение, что в советское время в алебастер заливали... Это не советское, это в 90-е. А, это в мафиозное время, в 90-е, да. Заливали стазик. Алебастер-то в цемент. В цемент долго ждать, 24 часа, а алебастер-то она быстро. Ничего, что я коверкаю слова, но мы же в колхозе живем, нормально, нормально. Чего вам? Дети, это наш юмор, не все поймут, но многие остеют. И это вибрирует. Да, короче, ребята, вы должны это видеть. Все, в эти пальцы. Подожди, стой, стой, стой. Так, давай, поюзай туда-сюда, хорошенько. Алебастра. Все, заливаем дальше. Все, нормалды? Заливаем? Вроде да. Подожди, а вот эта штука, она вообще нам нужна? А, это часть тела, да? Да, это часть тела. Все, вот так оставляем. И теперь мы должны это хотя бы на полчасика поставить куда-нибудь. Куда? Ребята, встретимся ровно через 5 минут. Так, а мы рассказали все про наш капитал-то? Не все? Я вам обязательно все расскажу. Не шевелите. Прям вот все расскажу вам, все расскажу, потому что, видимо, так рассказывать семье нифига неудобно, да? Неудобно? Неудобно, да? Завтра у нас будут какие-то дела, мы поедем, и я вам все расскажу. Да. А им не расскажу, а вам расскажу. Но мы все и так знаем. Откуда? Что у меня за дела вы знаете завтра? На стройку поедешь. Блин. Так, меня тут наругали, что я не пристегиваюсь. Это совершенно правильно. Ни в коем случае нельзя нарушать закон. И, кстати, через какое-то время, буквально через несколько минут, я по этому самому вопросу-то и буду отчитываться перед инспектором Росгвардии. Ну, ладно. Давайте пока не доехал. У меня освободилась минутка строительная. Я бы хотел вам сейчас дать немножко информации для тех, кто вот только начинает строить. Чаще всего же мы начинаем строить. У нас увеличилась семья, и нам нужно как-то развиваться, как-то расширяться. Ну, чаще всего это так и происходит. И мы думаем о своем доме. Вот прям именно так и произошло и в нашей истории. У меня родился второй ребенок. И мы решили, что мы хотим свой дом. Конечно же, полной суммы на строительство дома у нас не было. Поэтому мы решили взять материнский капитал. Использовать на начало строительства. Почему я хочу вам сегодня об этой теме рассказать? Потому что на днях мне попался видос одной девушки, которая рассказывает, как правильно использовать материнский капитал при начале строительства своего дома. И я смотрю, что она в корне неправильно говорит. Не так, как это на самом деле происходит. И ее слова, они далеки от истины. И я хотел найти, как это делается правомерно и по-настоящему. Вот реально, чтобы это соответствовало моей истории. И нигде не нашел. То есть в основном какие-то теоретики болтают. Люди, которые вообще нисколько не понимают правильности этого момента, этого решения. Теории начитались, верхушек каких-то. И короче, рассказывают вообще просто несоответствующие действительности вещи. Я вам сейчас расскажу по-настоящему, как это все происходит. И постараюсь в комментариях помочь вам советом. Поэтому пишите свои вопросы, пишите свои истории, как у вас это было, если вы строили по материнскому капиталу. Ну и будем, собственно говоря, советоваться по этому вопросу. Пойду быстро что-нибудь куплю перекусить и гвардейцам на суд. Итак, друзья, я вам рассказываю максимально упрощенную ситуацию. Но проще вариантов вот вообще просто нет. В моем случае мы поступили другим путем. И мне кажется, путь этот очень хороший. За исключением того, что вы потеряете тысяч 8-10 рублей. Мы также предоставляем все справки. Разрешение на строительство, разрешение на аренду. И подаем бумагу на получение кредита в банке на строительство дома. И все эти документы, которые нам выписали в банке, мы просто едем и передаем в пенсионный фонд. Авария какая-то. А, тут колесо. Нифига, что такое? Жестко. А где он так мог расковыряться? Банк выдает нам деньги. Мы передаем эти документы в пенсионный фонд. И в течение двух месяцев пенсионный фонд гасит весь кредит в банке. Все. И у нас на руках есть сумма для строительства дома. И мы ни перед кем не должны отчитываться за то, сколько денег и как мы потратили на этот дом. Но есть одно но. Друзья, я могу это рассказать, потому что на сегодняшний день мы уже прошли этот уровень. Сейчас мы очень плавно подошли с вами к теме дальнейших событий. То есть вы получили капитал, потратили его на свою стройку, все здорово. Но приходит время, час расплаты. И он у вас настанет как раз в момент, когда вы либо захотите продать свой участок, что нереально. Я вам сразу скажу, пока вы не дадите своим детям ту самую квадратуру, которая необходима по маткапиталу поровну. После того, как вы построили дом, вы вызываете техника инженера кадастрового, который делает техплан вашего участка. И уже с этими документами, с документами на аренду и так далее, вы едете в администрацию вашего района. И там эти документы подаете на то, чтобы вам ввели дом в эксплуатацию. В архитектуре их принимают, делают копии, дают вам, по-моему, около месяца на рассмотрение этих бумаг и так далее. После чего вас вызывают, вы получаете документы и едете в МФЦ, где отдаете всего лишь 300, там что-то 60 рублей. Ну не знаю, на период 2019-го это вот где-то так и было. Вас вызывают, вы получаете документы с МФЦ о том, что ваш дом зарегистрирован уже на кадастровой карте. И все, он имеет уже документы, имеет адрес и все здорово. После чего вы должны выполнить свои обязательства по материнскому капиталу. Вам необходимо приехать в нотариус. У вас будет нотариальная заверенная бумага о том, что вы обязаны после введения дома в эксплуатацию оформить доли равные на всех членов семьи. Не позже, чем полгода после введения дома в эксплуатацию. Либо вами заинтересуется прокуратура. И вот тут начинается самое интересное. Первое. Когда я брал землю, я брал ее под себя одного. Не знаю, почему так получилось. Мы не делили на пополам с женой. Она по документам вся была на мне. Так как это сделано вот таким образом, нам пришлось составить брачный контракт, в котором было указано, что все, что нажито непосильным трудом после нашей свадьбы, все делится пополам в равных долях. И также и участок. Этим брачным контрактом было заверено то, что земля и дом принадлежат нам двоим. От наших долей были даны доли нашим детям на сумму вот этого материнского капитала. После чего, имея уже брачный контракт, имея вот эти бумаги, мы опять едем в МФЦ и подаем уже документы на всех четырех членов семьи. И тут уже интересно, мы платим в районе, по-моему, 1600 за каждого человека, что-то такое, за четверых. И сам, кстати, брачный контракт этот обошелся нам около 6000. Короче, мы потратили где-то, наверное, 1018 на оформление дома, я имею в виду только за вот эти материнские моменты. Об этом всем почему-то не рассказывают в телевизоре. Блин, я сколько на ютубе смотрел, никто этого не рассказывает. Причем самое интересное, что нотариус, который в городе выполнял мне эту работу, он откатывал на мне эту тему. То есть не так часто это делается, что берут материнский капитал под строительство. На самом деле это вот так. Если у вас какие-то вопросы, я, может быть, сейчас немножко что-то запутался, где-то что-то сказал не совсем как бы правильно. Хотя вот в общих чертах это выглядело именно вот так. Поэтому, друзья, задавайте вопросы в комментариях, я еще дополнительно отвечу. Я рад, что вы с нами, я рад, что вы нас смотрите. И вот на самом деле материнский капитал под строительство, это не так страшно. За исключением того, что вы потеряете процент за эти два месяца по банку. Это вот единственный момент. В остальном ничего сложного. Так, друзья, ну все, а мне надо ехать. У меня сейчас в 12.20 встреча с инспектором. Вы знаете, да, уже, что меня хлопнули тут немножко на административное правонарушение по оружию. Поэтому поехали разберемся, посмотрим, что там дальше. Все, давайте. Если вопросы какие-то есть, вы пишите, задавайте смело, я все расскажу. Так, вы русским языком владеете? Да. В услугах переводчику нуждается? Нет. Имейте право на адвоката. В рамках рассмотрения смягчающих обстоятельств я не устанавливаю. Отчищающих обстоятельств я не устанавливаю. СИИ с этим, в соответствии с административным кодексом Российской Федерации, я выношу вам административное наказание и предупреждение. Короче, ребята. Вы, к сожалению, уже ничего, наверное, не видели толком, потому что дядька прям сидел напротив, и мне так было очень палевно камеру доставать. Я старался, конечно, снять. Я нарушил правила продления оружия, гладкоствольного охотничьего ружья своего, и попал на постановление об административном правонарушении всего на один день. Злостный нарушитель, блин. Что в итоге хочу сказать? Не нарушайте закон, и закон будет на вашей стороне. Я, не осознавая того сам, немного накосипорил с подачей заявления на свое оружие, поплатился этим. Ну и если вдруг это будет конец видео, ребята, смотрите наши дальнейшие видео. О, ребят, сейчас идет штукатурка, и мы от нее дико устали, конечно, на самом деле. Для вас это видео не будет интересным, поэтому я не снимаю ежедневные свои процессы. Но я выхватил много нюансов из этой штукатурной как раз темы, и о них я вам скоро расскажу. Пока вот, друзья, что есть. Что есть, то есть. Если хотите, я могу, конечно, каждый свой штукатурный день снимать, но вы устанете. Там, ну просто. Но, так скажу, для затравочки, я сейчас уже закончил процентов 72-го этажа, и скоро спускаюсь на первый. Вот так. Я был рад вас сегодня видеть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. И, ребят, пожалуйста, колокольчик. Я уже об этом не раз говорил неоднократно в наших видео. Зачем нужно колокольчик давить? Чтобы оповещение приходило новым видео. Понятно, ребята. Вот вы не знали, а на самом деле это для этого. Нажимайте колокольчик, приходит оповещение о том, что вышел новый видосик. И вы первого смотрите, первого комментируете. Первому я отвечаю. И... Что это? Ты кашлялась? Женя пыталась кашлянуть, чтобы... Вы это видели, это тепло. Я сдерживалась. Так, ну все, детей давай спасать. Потихонечку там руками по это... И... Тихо-тихо-тихо-тихо. И обратно вытаскиваю. Ой, что там горючее? Что там угорячее начало лизать? Никита, слушай, как это в фильме «Чужой». Вытаскивай, вытаскивай. Что-нибудь хоть получилось? Там вон какой-то порыв, смотри. Доброе утро, друзья. Мы сейчас будем разбирать. Короче, время 7 утра, у нас завтрак. И мы решили открыть одну... Сразу косяк. Надо было правильно ингредиенты мешать этого. Эээ... Эээ... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова